Всем привет! Я в галерее, которая называется Галерея 283 в Амстердаме. И я пришла просто посмотреть работы, которые есть. Может быть, мне помогут выставить мои. Поэтому я ищу какие-то контакты. Ну и параллельно я ищу зеленый чай в Амстердаме, который я нашла в Советового русскоязычных граждан на чудо-форуме, в группе в Фейсбуке. Мне посоветовали магазин «Формочи». Там классный выбор зеленых чаев. И там вот эта женщина, они прям привозят из Китая. И она сказала, что есть чаи зеленые, которые производятся весной. Точнее, все китайские, они производятся весной. Поэтому к ним они приедут, ну, может быть, в апреле. И все, что у них есть, это в основном из Японии. Вот, она выдала все-таки мне пробник свежего сегодняшнего китайского чая сенчи. И я взяла жемчужину дракона. 50 грамм, потому что она какая-то экстремально дорогая была. И в этой галерее, галерее 283, я сказала, что я художник, что я ищу какие-то там контакты галереи. Мне сказали, да, конечно, проходи, смотри выставку. Женщина меня усадила на диван и сказала, что здесь огромное количество книг. Пожалуйста, прочитай их все, не уходи просто так. Вот, поэтому я сижу и читаю здесь, смотрю журналы художников, которые представлены в галерее. Мне предложили чай, кофе. И поэтому нужно прочитать все журналы. Здесь выставляется очень популярная художница Лита Кобелюд. Я не слышала, она живет в Голландии, но сама она испанка. Ее работа начинается от 8000 евро, которые представлены в этой галерее. И заканчиваются 47000 евро. Хочется узнать, кто же, кто же будет счастливым обладателем работы Литы Кобелюд. Особенно за 47000 евро. Причем они классно выполнены, они действительно обалденные. Они в красивых деревянных рамах. И это то, что хочется повесить на стену в голландский дом. Есть здесь маленькие работы Карла Апеля, по которому все голландцы сходят с ума. Это просто, не знаю, как объяснить, голландский Пикассо, наверное. Карла Апель, поэтому все обожают Апеля. И если есть какая-то маленькая возможность приобрести, или какую-то репродукцию в хорошем качестве повесить, то обязательно это будет Апель. Апель здесь стоит, картина с кошечкой стоит 29000 евро. Приходите. Субтитры создавал DimaTorzok Всем привет! Мы сейчас в новом открывшемся магазине из Хельтума, который находится в Амстердаме. Мне очень нравится ходить по книжным магазинам, и я хочу показать книжечки, которые у нас от продаются. Начнем вот с такой. Военное время в Украине. Здесь истории современных украинских жителей, которые рассказывают про случившееся событие. Дарак фан Путин — это реванш господина Путина. Про Путина здесь вообще миллиард просто книг. Здесь называются книги «Новый царь» и «Новый царь Путин». Они выглядят либо вот так. Есть в этом английском, есть «The New Cards» в голландской версии. Очень красивая обложка. Очень много книг про революции, про авторитарный режим. И вот так выглядит авторитарный режим. Здесь тоже включен Путин вместе со Сталиным. И очень много книг про Романовых и про царей. Вот это классная книга про Романовых с 1613 по 1918. Она огромная на английском, она очень красивая, но я ее на английском не осили в таком формате. И вот эта красивая книга — тоже история про имперские времена. Здесь много про Молотова, про Сталина, про Ленина, про революции. И сейчас стали появляться книги, вот буквально недавно я нашла, про Сирию. Это тоже новая тема. Друзья, мы в Эгмонт-Анзей. Эгмонт-Анзей — это чудесное место, куда мы приезжали летом. Здесь очень красивые темные, очень красивые люди. Я опять думаю, что у папишек владеетчику летом. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok